Восвятая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Работа повинна быть больше эффективной. Сегодня проанализована деянность по утягнению оборот майомости, якая не выкористовывается. У центра уваги вытворчая дисциплина. Мобильная группа Гомельска Хагарвы Канкама сегодня протягнула мониторинг предприемствов. Прихожосте и таемницы Полесе. У Палаца Румянцевых и Паскевича открыли выставу фото с дымков у Владимира Воробья. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. У Гомельской области будет активизована работа по утягнению оборот майомости, якая не выкористовывается. Такая информация была огучена подчас сегодняшней селекторной нарады с уделом старшины областного выканавчего комитета Владимира Дворника. Наши корреспонденты подсекавилися подробязностями. У ответственности с доручением Гомельского обл. в Канкама в четвертом квартале минулого года комитет Гомель обл. майомость зарабил анализ реальной эффективности выкористания нерухомой майомости. У шести районах без господарших объектов не оказалось у Вогуля. Зато и у инших их налишивается амаль полторы тысячи. По состоянию на 1 января у нас насчитывается 1400 неиспользуемых объектов всех уровней и форм собственности. Основная наша задача – это предложение на продажу более 400 объектов, а также снос более 500 объектов аварийных и ветких строений. Также у нас есть категория имущества, находящегося в частной собственности. Здесь, конечно, уже будет принято к собственникам административное мировоздействие для понуждения их в вовлечении в хозяйственный оборот находящегося у них в собственности имущества. Меры, которые будут приниматься до владельника в майомости, которая не используется – штрафы за порушение земельного законодательства и санитарных норм. Такие будинки, правда, не упрыгоживают населенные пункты. Все отбадает самых значных проблем, что возникают при работе с майомостью, которая не используется – необходимость притягнения специализованной техники и значных финансовых средств для сносу буйных объектов. Хоть сносить будут не все. Былое жилье, якое находится в добром стане, пропануется законсервировать с наступным ремонтом и переводом у категорию арендного. Отповедные раши не будут приниматься мясовыми райвы-конкамами, деятельности, яких в плане утягнений у господарший оборот майомости, по куль оценивается неоднозначно. Значного становшего уплыва не оказывая навод проводимое у регионах в учебе специалистов, які займаются пытаниями выкрыстания нерухомой майомости. Каждый раз надо на каждый объект проводить учебу, чтобы они снесли. Если вы 270 провели мероприятий, так мы снесли меньше. Если мы прошлые годы шли первыми, то сейчас уже видите, нас уже нагнали, и мы уже меняем ситуацию. Поэтому начинаем, давайте работать хорошенько в этом плане. Услышали меня? Поэтому готовьте мне четко по каждому кварталу, проходим, на это мероприятие найдем время и будем проводить. Потому что это не только наведение аппарата на земле, но это экономика, вовлечение, продажа, это новые рабочие места, это создание условий для работы бизнеса частного. Олег Синцерову, Настасья Кучинская, Валера Игапанько. Телерадио компания «Гомель». Мобильная группа «Гомельска Хагар» в «Канкамо» протягивает мониторинг предприемства у города. Сегодня яна побывала у гомельским филиале акционерного товариства «Химрамонт» с выявленными недохопами, а знайомился Олег Синцерову. Члены мобильной группы еще не поспели пройти на территорию предприемства, а первое порушение уже выявлено. Водитель автомашины, якая належит субподрадчику «Химрамонта», выехал на прасу без проходжения медицинского контроля. Еще раз в некоторых хвилин он покинет путевый лист у представника дежурной инспекции и, по сути, без документов накируется у город. Теперь этот водитель будет притягнут до дисциплинарной отказности, как и работники гомельского филиала «Химрамонта», и те спознались и на прасу, хоть только порушениями працовной дисциплины справа не обиживалась. К рыху больше, как год тому, мобильная группа уже наведывала ГТ-предприемство и выявила целый шерох недохопов. Сегодня члены мобильной группы констатуют снова, полностью парадок так и не наведены. Есть вопросы, которые вот сейчас мы подводим итоги, они требуют внимательное рассмотрение и принятие мер для того, чтобы это не повторилось. Почему не нужно никаких затрат, нужно просто производственная дисциплина. У подтверждения гэтой думки ознайомленец журналом контролю водителев, кали мерковать по озробленных записах, некоторые из их прошли медицинский взгляд еще до прихода на прасу, при том, что и до процессу контролю у членов мобильной группы оказались и пытальни, показчики, які характеризуют физичный стан водителев, у журнал уносинися явно без выкрыстания отповедных медицинских приборов, не обойшлось и без завахи подчас наведывания территории предприемства, кали у вытворчих помешканьях еще можно працовать без верагодности отримать травму, то о пособных это рассказать нельзя. В этом помещении нет света. При этом заходишь, тут же стоят тележки, тут же лопаты какие-то лежат, палки какие-то лежат. То есть оно неупорядочено хранение и нет электричества. Еще одно место, в котором не мешало бы сделать электричество, это вот склад хранения ваших строительных приспособлений, да, где вот поддоны деревянные, металлические вот эти вот. Там вот пришли ребята утром на работу, я говорю, а как вы здесь будете работать? Ну, сейчас мы тут туда-сюда, пока рассветет. Ну, что это за работа пока рассветет? Подчас подведения вынеку проверки Гомельского филиала акционерного товариства «Химрамонт» за увагу выказывают практически усе члены мобильной группы. От простонюков энергонагляду и экологии до сопрационников Державтоинспекции и МНС ситуация на предприемстве явно далекая от идеальной. Для управления недохопов керонисту Гомельского филиала акционерного товариства «Химрамонта» 2 или 2 дня. После завершения этого термина мобильная группа должна держать справоздачу по работе над помолками, и после чего будет сделан вывод об метазгодности большей глубокой проверке этого предприемства. Александров, Валерий Гопаньков, телерадио «Компания Гомель». У Беларуси выпускные экзамены плануют объеднать с централизованным тестированием. Таким чином плануется минимизовать нагрузку на 11-ти классников. Об этом сегодня шла размова на коллегии Министерства адекватии. Наставники практики разом с учеными распрацуют подыходы до изменения формы выниковой аттестации. Як отзначу у Министра Эдукации Игорь Карпенко, макчымасть объеднать экзамены с ЦТ по форме «Изместе» иснуе. Необходно усе деталево обмерковать и вызначыть термины, у яких это отрымается зробить. А кроме того, на коллегии отзначено, что усе классы перейдуть на новые навучальные программы до вересня 2021 года. Такие меры накерованы у першую чергу на выращение двух проблем – якости и подрыхтовки кадров. А кроме этого, новые программы спросят життё школьников и их батьков, снизивши нагрузку по некоторых предметах. Зимовая рыбалка – любимое хобби многих мужчин. Рыбацкая скрыня заплячима, ледобур у руках, на шее – эхолот. На каждом Гомельском озере зараз сотни рыбаков. Темчасом специалисты нагадывают, что лёд гэтай зимой не только на реках, но и на озерах и затоках небеспечны. Наш корреспондент Марина Джалая побывала на заливе Сожа и подчеркнулася у аматра зимового экстрима, как сделать находжение на лёде беспечным. Дмитрий Уклейка облюбовал эту заливу, которая находится недалеко от Гомельской областной больницы давно. Место пригоже, рыба больше-меньше ловится. Лёд, утверждает рыбак, тут трывалый. На наших варчах робить новую лунку. Башня, что толщина, коля 40 сантиметров. На питание об коварстве зимового лёда отказывая, что опытный рыбак заусюду ведает, как не трапить у неприемности. По итогам бурения лёд в районе 45 сантиметров. Это средняя толщина, да, вот по этой зиме? Да, по данному водоёму это практически такой везде лёд. Конечно, есть там вот несколько промоин, а вот если взять на реку, то там лёд, конечно, тонкий, и туда ходить небезопасно. Вы не ходите на реку? Нет, на реку я не хожу. Во-первых, и погоды такой не было, сильных морозов, снег был, он не давал льду замерзать. Во-вторых, там течение, там опасно. Здесь опасностей нет. Здесь уже рыболовы ходят каждый день, они знают этот весь участок, ну, как свои пять пальцев. Поэтому даже какие-то меры безопасности, если по-первых, льду брали с собой спасалки, да, то есть одевали спасжилеты, то сейчас, когда лёд толстый, сюда выходишь как на прогулку, никакого экстрима в этом вообще нет. Участки этого залива рыбаки помеж собой называют корчы, зазеркалья, яма. На яме самая великая глубиня – до 16 метров. Але небезпека – не тут. А крыху наводаль, там знаходится место с промывинами. Недавно, кажут рыбаки, их было вельми много. Зараз мы знайшли только одну. Тут рыбу никто не ловит. Рыбаки – место с промывинами обыходят боком. Але выходят шинават навядомые месцы. Кожный повинен поклопотиться об свою бяспеции. Это не только выротовальная комизелька, якую треба опрануть под куртку. Але и вось такое пристосование. Это самодельный вариант, который сделан из калёной стали, с закаленной стали, с деревянной ручкой. Но суть одна. Опять же, вот видите, вот самодельная вещь, и вот заводская. Тут длиннее, да? Если лёд присутствует, скажем так, на льду какая-то неплотная верхняя часть, либо снег, то вот этим заводским изделиям, может быть, не удастся, скажем так, надёжно вколоться в лёд. Этот более надёжен, может быть. То здесь есть свисток. Свисток, да. Позвать на помощь, потому что, когда человек проваливается под воду, он сказать ничего и громко крикнуть не может. Великий сюжет о привабности и экстриме зимовой рыбалки с комментариями керавництва освода и меркованем психологов глядите в программе «Новины тыдня» на телеканале «Беларусь4» в неделю. Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Семь команд и пять видов спорту. Сегодня у «Гомели» завершилась спартакияда по межвоинскими частями и организациями «Гомельского гарнизона». Другий год за парс поборництва ладзится напереда Днедня оборонцов Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь. На протягу трех дней команды спрачалися за лидерство в разных видах спорту. Кто стал абсолютным переможцем, ведая Евгения Кухаронак. Спартакияду по межвоинскими частями и организациями «Гомельского гарнизона» засновали в минулом годе. Все лето сетка с поборництва упополнилась новыми видами спорту. Их отрымалось пять – настольный теннис, волейбол, перетягивание каната, дартс и стрельба с пистолета Макарова. Для удела у спартакияда сформировали семь команд, в яке набрали самых мостных, метких и имкливых до перемоги. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Была борьба, конечно, каждая из команд хотела занять призовое место, показать лучшие навыки. В этом году добавили перетягивание каната. Оказался самый зрелищный вид спорта. Было такое напряжение. Церемония узнагороджения проходила на холоной плясу цеспоборництву в спортивном комплексе Белорусского державного университета транспорта. Дипломы и кубки уручались особенно по каждой дисциплине. Таким чином, представники «Амаль» усих дружин узнялись на пьедыстал за узнагородами. Абсолютным переможцем стала команда Гомельского областного военного комиссариата. Все команды сражались на уровне, как бы, можно сказать, проигравших нету. Была честная, равная борьба, но кому-то повезло немножко больше. Спартакияда хоть и молодая, однако уже мая свои традиции. Их удельники-организаторы пообязали протягнуть и примножить в наступном годе. Евгения Кухаронна, Кихар Марышенко, Валер Гапанько, телерадоя компания «Гомель». Прихожусь и таемницы по лесу у объективе Мазырского фотомастака. У Палацы Румянцевых и Паскевича открыли выставу фото-здымков у Владимира Воробья. Гомельскому глядачу аутар представил около 40 мастацких здымков. Сирод их фото-портреты Палешуков, муляуничея пейзажи, виды сельского побыту. Владимир Воробей зачароваусе краевидами полезся у небе подчас службы у штурмовой авиации. Из того часу и он не изменяет своему захопленню. Работы фотомастака отметны деталевостью. За особными вздымками у Владимира Воробей вертается на одно и то же место некольки разов. Менавито так створалась фоторабота под назвой «Кульхавое древо». Увидели мы это дерево летом, но масса зелени не решала его так-то. Образность не было, не чувствовалось образа. Я приехал зимой, один день приехал, было очень сильное освещение. Я не стал работать, потому что тот трагизм, который сочувствует от души к этому дереву, понимаете, но не считалось. Приехал второй раз и я снял. Довольно успешно. У своих подорожжах по Полесе у Владимир Воробей на запасе у таксама и богатый фотоматериал обмястинах покинутых после авары на Чарнобыльской АЭС. Частка уникальных мастацких фотографий с этой серой таксама представлена на выставе. И на приконцы выпуску про надворье. У ближайшие дни минусовая температура захавается. Завтра ранится и до минус трех, днем до минус одного. У пятницу истотных измен не прогнозуется, а у выходные слупок термометра, пера доля нулявую от знаку. Температура поветра будет достигать двух-трех градусов морозу. Таксама у выходные очакаются туман и мокрый снег. Гэты, а таксама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.byway. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. После сообщения о минировании касс авиакомпании «Белавиа» правоохранители начали проверку по всей стране. Не обошла она и отделение в Гомеле. Накануне милиция оцепила авиакассы в здании железнодорожного вокзала и аэропорта. Сообщение о бомбе в минских кассах «Белавиа» поступило на адрес электронной почты авиакомпании. Саперы и представители спецслужб взрывное устройство не обнаружили, но осмотреть было решено все кассы авиакомпаний в Беларуси. В Гомеле здание железнодорожного вокзала оцепили накануне днем в половине первого. Людей спешно вывели на улицу. На месте работала саперно-пиротехническая группа. Сотрудниками транспортной милиции с территории железнодорожного вокзала было эвакуировано 65 граждан. Из них 40 работников вокзала. В ходе осмотра железнодорожного вокзала прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено. В 13.50 вокзал стал работать в штатном режиме. Задержек движения поездов не производилось. Волна сообщений о минировании прокатилась и по России. Формулировка писем практически аналогична полученным Белавиа. 5 февраля только в одной Москве из-за сообщений о минировании были эвакуированы люди из 40 зданий. Амфетамин не пропустили в Беларусь сотрудники Гомельской таможни. Особо опасный психотроп они обнаружили в пункте таможенного оформления Тюреха. Тогда осматривали поезд Одесса-Минск. В одном из вагонов они нашли пакет с веществом темно-коричневого цвета. Владельца Дурмана установить не удалось. Содержимое пакета было отправлено на экспертизу в таможенную лабораторию. По факту незаконного перемещения товара ведется проверка. Согласно заключению эксперта, данное вещество в своем составе содержит особо опасное психотропное вещество – амфетамин. Масса составила более 35 грамм. Сотрудники АБЭП вывели на дому у гомельчанина партию непромаркированных дисков с компьютерными играми, игровые консоли и прочие аксессуары. Мужчина занимался нелегальной предпринимательской деятельностью. Дома он хранил 510 компакт-дисков, несколько игровых приставок и наушников, а также 15 контроллеров для игровых консолей. Общая сумма нелегального товара составила почти 43 тысячи рублей. Теперь, кроме конфискации, владельцу продукции грозит еще и штраф. Это все новости за сегодня. Следите за происшествиями региона вместе с де-факто. До свидания. Эфир телеканала «Белорусский Терегомель» продолжает новости спорта в студии Павел Михно. В Гомеле прошел региональный этап детского конкурса баскетбольного мастерства. Мальчики и девочки 2007-2008 годов рождения из Речицы и Гомеля боролись за путевки в финал. В программе соревнований эстафета и игра один на один. Для них это самое сложное. К такому формату ребята не привыкли. Если честно, мы чуть-чуть боялись, то, что проиграем, но у нас все получилось. Турниры делают очень хорошие, чтобы баскетбол становился еще популярнее. Нам нравится. Мы волновались очень, делали ошибки некоторые. Но, в общем, мы в хорошем впечатлении о турнире. Нам понравилось. Ну и нам тоже очень понравилось. Но мы хочем, чтобы каждый раз были такие игры, чтобы баскетбол развивался, был более популярный. Задания вообще были сложные? Только бросок сложный. Если попадешь, не попадешь в первый раз, теряешь 5 секунд на один бросок. Трудновато. Победители этапа – два мальчика и две девочки – пойдут на финал в Минск. Он пройдет 24 февраля. Своё мастерство юные баскетболисты покажут перед матчем национальной мужской команды. Во-первых, у нас проводится это впервые. Я считаю, что это очень классный смотр-конкурс индивидуального мастерства каждых из детей, которые сюда пришли. Они здесь могут показать свой характер, то, чему их научили свои тренера за это время. И вообще, как можно чаще нужно проводить данные мероприятия. Стала известна дата проведения жеребьевки календаря Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. Она пройдет 15 февраля в Доме футбола. Ее трансляцию можно будет смотреть на сайте Федерации. По итогам этой жеребьевки будет сформирован календарь турнира. Напомню, первый тур чемпионата пройдет 29 марта, а заключительные встречи назначены на 30 ноября. При этом 5 и 8 декабря пройдут матчи за место в элите между 14 командой Вышки и 3 командой Первой лиги. Участниками Высшей лиги этого сезона станут Батэ, Шахтер, Динамо Минск, Витебск, Торпедо Белас, Динамо Брест, Неман, Слуцк, Городея, Ислыч, Минск, Гомель, Луч, Торпедо Минск, Славия Мозырь, Энергетик БГУ. Однако все участники еще должны получить лицензию Ассоциации Белорусской Федерации Футбола до старта сезона. К другим новостям футбола. На просмотре в Гомеле находится 22-летний российский нападающий Бенни Юнаев. Воспитанник клуба Макаби родился в Израиле. В 2017 году он подписал контракт с «Зенитом», но выступал только за вторую команду. Последним клубом Юнаева была литовская «Паланга», за которой он провел 5 матчей. Ранее в состав гомельчан вернулся 30-летний бразильский нападающий Невалда. Соглашение с ним рассчитано до конца года. Он уже выступал за футбольный клуб «Гомель» в сезоне 2017. Тогда он провел 13 матчей в чемпионате страны, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу. Международный турнир по боксу памяти Анатолия Колчина завершился в Орше. Участие в турнире принимали спортсмены из шести стран – Италии, Чехии, Польши, Литвы, России и Белоруссии. За победу боролись юноши и девушки от 19 до 22 лет. В Гомельскую область представляли Михаил Мельников, Никита Краснобаев и Рамил Алиев. Мельников и Краснобаев остановились в шаге от педестала и стали пятыми в своих весовых категориях. Алиев завоевал бронзу и занял третье место. Для белорусских спортсменов этот старт был одним из ключевых этапов отбора на молодежный континентальный форум, который пройдет в Владикавказе с 8 по 17 марта. Гомельчанка Алина Постоловская стала чемпионкой страны по дзюдо среди юниоров на турнире в Могилеве. Воспитанница с Дюшор Гомельского района боролась весовой категорией до 78 килограммов. Кроме нее на пьедестал поднялась и гомельчанка Ангелина Демковская. Она заняла второе место весовой категории до 52 килограммов. В общекомандном зачете сборная области заняла первое место. К слову, завтра в Могилеве стартует чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин. Спортивный комплекс «Олимпиец» соберет лучших дзюдоисток и дзюдоистов страны 7 по 9 февраля. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.